Добрый вечер всем присутствующим, все болельщики, игроки, также тренерский и директорский штаб. Начинаем пресс-конференцию, посвященную в первую очередь презентации нового хоккейного клуба «Тимиртал», конечно же, новому сезону и предстоящему кубку Казахстана. Сегодня на встрече присутствует директор хоккейного клуба «Сарарака» Нигматуллин Аргензер Лаевич. Привет! Главный тренер Вячеслав Викторович Памбуль. Вячеслав Владимирович Пиканов, тренер «Сараракова». Сергей Петрович Куреченский. Николай Васильевич Владюк. Дорогие, как не было, это просто Довидюк Александр Васильевич. Также сегодня присутствуют игроки хоккейного клуба «Тимиртал». Виталий Смоленинов. АПЛОДИСМЕНТЫ Вицы, которые не нуждаются, например, на основном, ребят, скажем, любитель Токсии. АПЛОДИСМЕНТЫ И Еле Максанин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Владимир Повач. АПЛОДИСМЕНТЫ Артем Ковкоцкий, Филипп Святкин, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Артем Ковкоцкий, Филипп Святкин, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Артем Ковкоцкий, Филипп Святкин, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Артем Ковкоцкий, Филипп Святкин, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Он генеральный менеджер двух команд ВХЛ и чемпионат Казахстана команды Тимирта. Артем Ковкоцкий, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Артем Ковкоцкий, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Артем Ковкоцкий, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Артем Ковкоцкий, Дмитрий Козлов, Личита Иванов и Владимир Волков. Я сейчас команду представил, у нас войти в призовут тройку. Я думаю, значит, сейчас Кубок Казахстана тоже. Но Кубок Казахстана мы сразу хотим сказать. Сейчас идет, команда находится под нагрузкой в функциональном плане. Поэтому входящий такой режим. Поэтому мы там с большими задачами ставим. Пожалуйста. Будет ли делаться акцент на воспитанников Тимир Таусского в команде? Ну, опять же, у нас на данный момент, как директор Куба сказал, то есть идет сейчас ротация состава. То есть мы просматриваем, собираемся оставить команде сильнейший состав. Соответственно, у нас есть и воспитанники местные, и ребята приезжие. То есть, опять же, будем командовать команду по спортивному принципу. То есть будет играть сильнейший. Конечно, задача поставлена, то есть воспитать игроков. То есть у нас есть ребята там под молодежью, сборка за санту. Какой этот процесс будет? Планирую. Я, если разрешите добавлю, значит, действительно, надо просто реально смотреть. Упадок был в Тимир Тау, в Караганде, не было льда. Поэтому сейчас мы этот, ну, ощущаем результаты вот этого спада 90-х годов. И не было тренеров, много фигур на катание мы упустили, которые в Караганде когда-то занимали в республике, визущее место. Игроки многие не подходят по своим игровым кондициям. Мы не делаем так, как делается в других городах, где переизбыток игроков, выпускников детской юношкой школы. Рассказываю, если интересно, я вам расскажу, что мы пытаемся делать. Вот сейчас у нас выпускники Дюсуша из Караганде. Мы их пытаемся и здесь тоже в Тимир Тау максимально привлекать. И буквально, если есть возможность, пристраиваем. Вот в Алмату отправили сегодня, да, Бочили, это воспитанник Караганде, допустим. Сисимбаев тоже в Кулаге попросили его. Мы уходим на руководство области, всячески пытаемся. Мы пристраиваем их, чтобы они росли. Если получится, дай Бог, мы его вернем всегда. Ребята хотят вернуться. Чтобы вы знали, работа, вы вот увидели на площадке, есть или нет игроков. Мы, чтобы знали, что это еще внутри, как рассадка у нас идет, мы так будем делать. Мы готовим их. Но сразу, есть хорошая пословица, если 9 беременных женщин собрать, они в один месяц не надедут. Точно так же, это реализационный процесс. Еще группа сказала, нет, ничего. Нормально. ФА-движение будет у нас развиваться в ДНР? ФА-движение, это уже вопрос не к нам, это к вам вопрос. Поддерживался ДНР? Да, мы готовы поддерживать. Насчет поддержки, вот у нас молодежь сидит, черлидеры. Они встречались с нами, мы беседу кратко провели. Сейчас, вот после нашей встречи, мы пойдем еще рассмотреть место работы, где будет. Костюмы уже надо, Михаил Григорьевич уже где-то, где-то, уже костюмы собирать. Мы им сошлем костюмы, будем тоже прорабатывать. Но имейте в виду, у вас тоже будет конкурентная связь. Будем поддерживать. Надо думать, как это сделать сейчас. Приедет служба вместе. Вопрос к главному тренеру. Насколько сейчас вы добавили к рекламу состава? Идут ли в ближайшие какие-то дни, недели изменения составить? На данный момент, в принципе, можно сказать, что команда, которая идет 90-90%. То есть, опять же, идет просмотр еще. Сейчас мы уезжаем в пятницу на клубок Казахстана. То есть, у нас еще есть составы просмотровые дороги. То есть, опять же, будем определяться. Время еще есть. Но, в принципе, уже после Кубка Казахстана уже определился состав окончательный. То есть, у нас еще время есть. Пару недель. Вот так, в принципе, на 90% уже команда укомплектов. А автобус будет выделяться на клубок Казахстана или нет? Нет, я думаю, значит, автобус не будет выделяться. В связи с этим, чтобы сразу предусмотреть ваши вопросы и какие-то предположения, сейчас ситуация очень в финансовом отношении неблагоприятная. Я вам сразу скажу, мы вторая команда и первая команда, мы всего, все вместе. Наш финансирование сейчас идет на уровне 40% от параллельности. Ну, как бы вы хотели бы поближе убить антигарбов, последний калининград, чтобы за ним поедать, правильно? Давайте мы так. За обстанк пойдем? Давайте мы так определимся. Я понял, мы расстретились, мы должны идти. И не только я вас дома прости. Мы, смотри, вы разрезали, вот и все, мы долго будем жевать. Конечно, будем болеть. Да, мы, значит, давайте так сделаем. В зависимости от выступления команды, сколько человек может собраться? Да тут полгода. Да нет, тут полгода так нельзя. Я вам сразу расскажу на практике. Где мы играли в позапрошлом, Михаилович? В позапрошлом, если бы. Плей-офф. Торос. Да, Торос, едем в нефтекампс. Собрали, все, автобус оплатили. Двадцать человек. Не, ну, просто. Список составим, то поедем. Нет, если будет список, давайте так договоримся. Я подумаю сейчас, как сделаю. Значит, сделаем так. Если мы, у нас рекламент такой будет. Четыре команды, да? Четыре в каждой подруге. Четыре игры. Четыре игры в подруге. И потом даже пять, десять команд, правильно? Пять команд в каждой подруге. И после этого выходят, первые места играют за финал. Третья, четвертая. Команда играет за третье место. Когда на последний. Вот, вот, вот. Правильно, значит, мыслим. На финальную игру, если, дай бог, главный тренер у нас постарается, значит, ознаменовать свой приход к успешным выступлению, тогда на финал я вам обещаю, что автобус будет. Можете, значит, меня ловить и говорить, потому что я такой, с такой категорией людей, которые, словом бы, если дал, то я его выполняю. Можно составлять списки, но теперь все зависит от главного тренера, если финал не будет. Еще вопросы давайте. Где нас ловить, потом расскажите. А? Ловить очень просто. Леменастный клуб переехал в администрацию клуба, в Ледовый дворец. Караган-Арена, да, мы там находимся, отремонтировали, у нас там достаточно интересный ремонт. Когда зайдете, можете посмотреть. В прошлом году вы знаете, но это в прошлом году? Да, нет, ну, это, я, в клуб там написан, в хоккей-клубе, у нас площадка и на стене нарисована. Приглашаем в кабинет увидеть дизайнер. Аргангий Владимирович, что касаясь Арестама, хоккейного клуба, да, у нас зрители, любители привыкли видеть уже этот хоккейный клуб, привыкли к нему, вот, что многие говорят, мы болеть в этом мяблу, допустим, не будем ходить. Вот будут ли предприниматься какие-то меры, чтобы показать, что, ну, Тимиртау это ничем не хуже, что вот был Арестам, что это та же команда, тот же город, чтобы люди приходили, болели за команду. Ну, я не знаю, насколько я владею русским языком, но есть хорошая русская пословица, насильно мил не будешь. Не будут ходить, мы явочном порядке это не делаем. Будут продаваться билеты, будет играть команда, задача стоит. Вот игроки сидят всем, я им всем говорил на первом же собрании, мы должны играть так, люди пришли после работы, они должны видеть, что вы артисты, что вы выполняете красиво и зрелищно, красивую работу. И за это они будут вас благодарить аплодисментами. Если кто любит хоккей, им все равно играет ЦСКА, СКА, вот это надо заканчивать. Там, Зенит, или кто еще там, эти футбольные налоги. Поэтому, значит, если вы так уж приболели к Арстану, тогда я могу дальше, как вот старше всех, наверное, здесь присутствующих. А давайте строитель, я не пойду на Арстан, потому что я строитель любим, и на автомобилистах нельзя подходить. И, знаете, я вам еще раз начну свою беседу, так сказать, с того, что ни они, ни мы не виноваты. Если вам рассказать предысторию создания, то хоккейный клуб СРРК больше пострадал от создания Арстана, чем мы. Ну, это долго говорить, и для недоброжелателей только. Я вам говорю, кто любит хоккей, приходите, мы для них будем делать. Вовка танцевать можно? Вот, пожалуйста. Мы специально пригласили, я вам сразу скажу, Ковач, если мы к игрокам перейдем, у Смоленинова, будем говорить, несмотря на его возраст, видно, это вторая молодость у него, его приглашения были очень заманчивые. Я вот при всех вас выражаю огромную признательность, летание тебе за то, что согласился играть. Я говорю, ты знаешь, ты уже своего рода талисман, но все, я понял, и пришел. Вот, понимаете, вот это настоящий любитель хоккей, не любитель хоккей, не сынок. Точно так же Володя мог в Словакии остаться. Мы его попросили, говорю, он говорит, да я бы стимиртал, у меня все практически знают, у него же тоже все знают. Поэтому вот мы так, как могли, первый шаг сделали. Кумиров оставили, второй шаг мы будем делать, постараться шоу, вот нам как чай-лидеры поможут, потому что помогут. Дальше мы будем еще одно смотреть, какие, может быть, какие-то будем розыгрыши делать. У нас все в планах есть, как реализовать. Я сразу скажу, все, что мы будем делать, сойдет на нет, без вашей поддержки. Поэтому, если вы будете поддерживать душой, хотя бы, не надо нам говорить дифферангу петь, любезности, а просто поддерживайте, и вы увидите, мы сделаем все. То, что мы в Карагане сделаем, мы не делим, я, например, не делю в Караганду, и у меня нет никакой разницы. Так что будем стараться. А при чем здесь Арастан? Арастан, мне, кстати, если сказать вам, если кто-то может задаст вопрос, мы здесь тренируемся или не здесь, или там могут злопыхатели говорить, а почему вы в Карагане тренируетесь? Я сразу отвечу на ваш вопрос. Почему мы здесь тренируемся? Значит, ко мне позвонил Камалин и говорит, вот мы здесь хотим тренироваться, поскольку в Петропавловске дворец не готов. У него даже сейчас там, как его называют, платформа вот эта, нет, фундамент все есть, стены, подушка, вот это сейчас вопрос решается, как подводить к ней все, там холодильник установлен даже. И они до 1 ноября, в самом лучшем случае, будут тренироваться, мы поэтому освободили им место, тренируемся в Карагане. Уйдет Кулаген отсюда, я просто вот вам вижу свое видение. Саша, вот я вижу свое видение, мы сейчас перед конференцией собрались, прошлись по дворцу, я вижу так видение. Нет худа без добра, есть тоже русская пословица, мы сделаем, вернее, это вы уже будете, мы будем там тренироваться, приезжать, здесь будем жить во время этих домашних игр, мало того, здесь увеличится время на льду, ледовое время у вас будет для детской школы. Вот это, только что, отвечая на ваш вопрос, мы будем готовить, у вас будет возможность готовить, а мы будем их осматривать заодно. А детские клубы, вы тоже верите в процессы в 8-яка? Нет, нет, у нас детская, нету детских клубов, у нас, значит, выставлена так система ВХЛ, чемпионат Казахстана, и вот сейчас с этим финансированием мы предусматривали, что у нас будет детская южная школа должна быть была при хоккейном клубе, но при отсутствии у нее не может быть. Поэтому сейчас детская южная школа, если остались, как были, при бюджете, и мы так же. Санкт-Петербург, говорили про Владимира Ковача, уже с основным вратарем все, значит, определились, или как-то он весь сезон будет здесь играть, или все-таки в Саратку в дальнейшем? В данный момент он у нас есть, да, по дальнейшему, я думаю, что вот генерал-менеджер, нам лучше знать ситуацию, Кирилл Петрович, может, потом вообще ответить? Давайте я отвечу на этот вопрос. Значит, мы, когда выиграли Куба Братиной, сразу вызвало это волну негодования скрытого у российских болельщиков, и они обвинили в том, что Куба Братина мы выиграли только из одного Ковача. И за счет легионеров. И на следующий сезон они в регламент несли изменения, что вратарей будут играть, только запрещено играть легионеров. Легионеров вратарей не будет. И количество легионеров ограничили до 4 наиболку. И в заявке тоже, да? В заявке. Поэтому, значит, на сегодняшний день, учитывая, что Ковач сильно хочет жениться здесь, в Казахстане, он подал заявление на гражданство, документы все приняли. Если гражданство пройдет, у него вид на жительство есть, он будет рассматриваться и в качестве вратаря высшей хоккейной линии. Я с вами откровенен, чтобы потом не говорили, что я какие-то, значит, говорил несуществующие вещи. Значит, у нас есть вратарей. Резвих, Перетягин, Машковцев, они сейчас и Кузнецов, кто знает, Алексей Кузнецов, который выбрали сенега. Ну, он начинал у нас с ароккей. И вот эти вратари, они, значит, сейчас конкурируют. Как получит гражданство, Ковач, он переходит в ВХЛ. При условии, в каком погоде, если будешь... Хорошей. Вот, хорошо. Вот. Если он будет плохо играть, он, значит, будет здесь. Нет, я думал, он будет играть, он, значит, ответственно будет. То есть, да, вратарься там. И тогда мы из тех вратарей, которых я вам назвал, мы будем... Ну, это ротация, так и должно быть. Я вам скажу, вот вы спросили про Арстана, вы сказали, так вот, там, что будет. Вы знаете, я вам скажу свою точку зрения, почему никто не поднимает этот вопрос. Я подходил, говорил, господин Карабарин, Белару. Мы живем в одной, не то что в стране, мы в одной области живем. Мы представляем на международной арене высшей хоккейной лиги, мы представляем Казахстан. Вы одного или два игрока подготовьте к нам к плей-оффу. Мы же одну задачу. Я прав. Кого нам подготовить? Ни одного не давать. И я эту работу буду продолжать, как бы меня ни ругали. Я буду эту работу продолжать с торпедовским набором. Если они в плей-офф не попадают, дайте нам сильных игроков, мы усилились. Мы эту работу будем продолжать с Борисовым. Почему Борис в Казахстане, а мы договоры сотрудничества заключили с мангаром? Потому что они нам игроков не дают. Формально это все существует. Вот в каких сложнейших околоспортивных условиях мы работаем. Поэтому вы не думайте, что мы пришли здесь и хотим кого-то покажать. И вообще, о чем разговор, ребята? Какая-то Арстан. Кстати, Тимиртау-то вы сами придумали. Назвали бы нас Арстаном. Арстаном бы. Но это же проводили... Кто у нас проводил? Мы голосовали за Ростан. Так нет, голосовали. Много больше за Ростан. Нет, ну вот я... Это проводил и управляет физкультурой и спортом. И там было... Значит, вот нам пришли и сказали, вот есть Арстан. Разрабатывай, что мы думаем. Логотип. Поэтому слушаем следующий вопрос. Можно я скажу? Пожалуйста. Это будет не вопрос. Я хочу сказать, ребята, вот Виталий, кого вы знаете, я за него всегда говорила. Виталия красава, ты чего? Честно сказать, я первую игру пошла только, чтобы на него посмотреть. Ребятки, вспоминаются слова... Я возьму на себя смело, прежде всего, сказать от имени преданных болельщиков Арстан. Можно. Вспоминаются слова госпожи Сухоруковой, на пресс-конференции по поводу закрытия Арстана. Ее слова были о том, что родной ребенок, это как родной ребенок, которого забирают из семьи. Вот Арстан был для нас таким ребенком, родным и любимым. Его у нас, получается, забрали и отдали в новую семью. А вам, нам, вернее, дали вас, чужого ребенка. Тем более родные и любимые, а вы сейчас для нас чужие и незнакомые. Вашей вины в этом нет. Мы будем вас поддерживать. Мы надеемся, что вы все-таки наше доверие оправдаете. Для нас главное, чтобы вы были командой боевой, с характером. Но я думаю, что мальчики для детей вы не будете. Вот, посмотрели ваши два матча. Да, это главное, чтобы был дух именно. Вот кто-то сказал про характер, про, ну вот, к примеру, Иртыш, да, все мы знаем, вот эти. Падения, картины, вот эти вот, девочковые, балерины, балерины, они натуральные, у Арестана, вот я желаю, чтобы у вас был, такой же был. Спасибо большое. поддерживать мы вас лучше. У вас как зовут? Наталья. А фамилия? Муравьева. Наталья, вот, дополняя ответ свой к тому, что мы придумаем, у нас есть задумки, что мы наиболее активных, мы это делали в Карагане, здесь будем, наиболее активных болельщиков мы будем тоже привлекать, и если вы не будете отказаться, мы будем еще всякие шоу делать с ним, с вами вместе, со всеми, и будем еще их поощрять. Так что, пожалуйста, это и ответ на ваш вопрос, кто будет ездить. Если вы поедете на выезд, я думаю, они еще лучше играют. Спасибо, конечно. Ребята, мне это сказалось все к тому, что если вдруг вы услышите стрипу поддержку Буравьева без обиды, ребята, понимаете, мы любили эту команду, они любовь нашу завоевали, не заслужили, а кроме нас завоевали. И правильно сказал Руслан, вырезали поживым. Процесс заживления будет небыстрым. Поэтому я думаю, что время нужно, Москва не сразу строилась. Конечно. Поэтому, если что, ребятки, мы против вас, против команды, мы ничего не имеем, мы будем вас поддерживать, но килограмм, кулагер нам забыть просто так не получится. Поэтому вам как-то принять это, как есть. Кулагер для Рыстана не было. Нет, да, это изберило для Рыстана, конечно, Рыстана. Я говорю. Нет, какая разница вам, кого любить? Любить. любовь, понимаете, она же в последнее время приходит. Любовь болельщиков нужно завоевать, сказать, не заслужить. Мы Рыстан любили, не за заслуги. Они выигрывали, они проигрывали. Мы их любили, мы их поддержали. Нам не важно было первое место, второе, третье. Я бы Рыстан любила и на 11-м месте в чемпионате. Вы знаете, да, всего 10. Я бы на 11-м любила, но сложилось так, как сложилось. Поэтому вот, в случае чего без обиды, но поддерживать мы возьмем, коль вы наши будете у нас играть. Спасибо. Мы вот в конце сезона собираем что-то было. Ну, причем, если я Рыстан Рыстан свое, логер свое. Не надо, вы, болельщики, чемерта, был строитель, раньше, в 60-е годы. Потом был Влад. В 57-м химик первого жена. в 57-м году. Минусу Влад, ЦСКА. Жалко того, что сейчас нету четырех ветеранов, которые с химикой начинали ходить. Ну, ничего, всякое бывает. Ходят, и они же, вы же болельщики хоккей. Понимаете? Вы болельщики игры. они назвали. Александр Васильевич, ребята вам покажут такую игру, что, поверьте, ничего не будет, а что это будет одинаково, может даже лучше. Я вас просил, не надо совершенно все новое, новую программу, новую программу. Понимаете? Надо наоборот, я всегда говорю, что... Я просто допомню, Александр Васильевич, я допомню, самое главное, надо радоваться, что в городе хоккей. В городе есть хоккей. Вы понимаете, если можно так принципиально подходить, принципиально подходить, да? Ну, я вам открою маленький секрет. Значит, нет хоккея, и будем говорить, не выступление, ничего, ну, сколько выступает, он уже много, говорить везде, не только в Тибиртау, везде, сколько проблем социальных все, гораздо более глобальных. И никто, будем так говорить, как решено, так решено. И когда я зашел к Киму, и он говорит, а где вы будете играть? Я говорю, как где играть? Мы не можем город оставить. Он говорит, можете здесь оставаться? Я говорю, мы поедем, вот присутствовал, прямо с головой, мы поедем к Тимиртану, потому что там болельщики, такие, которые по всему Казахстану, нисколько, я не умоляю ваших достоинств, в Караганде, вы тоже видели, ходили на ночи, да? Мы это все привыкли. Я говорю, я пойду туда, потому что это нужно будет. Он меня пожаловал. Вот поэтому, знаете, мы должны все понимать и отдавать, вот они пришли сюда работать, а если вы будете там свистеть в сторону, это не при чем, мы все работаем, и этот вопрос вообще надо забыть. Правильно, Александр Васильевич? Был Булат, но что нам теперь, всю жизнь скорбить? Эта жизнь идет? Да. Надо время. Чемпионы сезона. А Тимиртану, уже надо будет звучать, Тимиртану, извините. Я сказала, все, всему всему. А то, что вы увидели, а то, видно, что вы болельщик, вы увидели характер, у команды есть. Нет, характер, молодцы ребята. Филипп, я спрашиваю, а кто такого, в 88-много, уже без ошибки ведал? Я говорю, ну вы жиренький какой, молодец, знаете, ну это что боевые. Ну у нас принцип такой, просто здесь не смогли так подобрать, чтобы вы в курсе были. Значит, мы подбираем игроков еще по основному принципу. Вот вы сказали, вы маленькие, они все должны быть не выше, чем директор Тула. Но не получается. Можно одного беда, а вот двух небедых дает. Он маленький, но он юркий. Да. Как вы заметите? Еще вопросы какие? Ну, я не знаю, кто-то видит, если у игроков двухсторонний контракт, это значит, что на ключевом матче чемпионата Казахстана можно плосорки игроков выдергивать и составить металлой боли? Возможно. Это да, это вот такая возможность есть, но это зависит от того, как сейчас календари совмещают. Календарь Вахерл и календарь чемпионата Казахстана. Если это будет возможность, и мы будем дома, конечно, мы будем стараться, как сейчас стебель такой спускать туда, но во вторую команду. Вы просто имейте в виду, и казахстанский чемпионат, и российский чемпионат высших хоккейной линии очень длительный. И вот спустя во вторую команду есть огромная вероятность, тренер, конечно, был бы рад, получить травму. Потом это не так просто взять, как переставить, как шахматы фигуры. Вы же болельщики опытные уже. Это же, он должен попасть в схему, наиграть. Поэтому мы будем, конечно, наигрывать, мы этим вопросом занимаемся. Я же сказал, мы даже молодежь сейчас отслеживаем дело. Мы сейчас отслеживаем молодежь, которая к нам не подходит, мы ее пристраиваем. По одному, по два. Амбхэл Владимирович, расскажи, куда, как мы готовы. Вот он сам ведет переговоры, в Торпедо. В Торпедо, в Сканогорску у нас уехали, в Амбхэл Боя отказалась команда, в Полинтак, в Константин уехал. Сейчас мы отправили в хоккейный купол МАТА, Бочи Ливан, защитник 97-го года, тоже выпускник, Сесимбаев, Адильхан, Кулагер, Кулагеря, Ертаев. Ертаев. Вратарь, вот, кстати, вот, смотрите, вот яркий пример, спасибо. Вот, смотрите, сегодня ко мне на прием пришел Смаха, знаете такого? Да, Смаха по-другому. Вот я вам расскажу историю, какую историю, где надо проявить было множество. Вот сегодня отец пришел, смотришь голову, и вот организовывает, ну, извините, мне можно, но я понимаю, это по принципу, тетечка, дайте водички попить, а то так есть хочется, что-то ничего отнять. можно с вами поговорить, да, я вот просто пришел, а что, это вот пару тренировок, как сын зовут? Руслан. Руслан. А? Руслан. Руслан, да, вот, Руслан, вот две тренировки, потренироваться. Два года назад, я ему говорил, он воспитанник нашей детской детской школы, он не имел права уходить. К темертам. Ну, он пришел, я ему говорю, ты делаешь большую ошибку. Мы здесь, вот, чтобы вы знали, с вратарями, детьми, мы их всем собираем, проводим. Тренер по вратарям с нашей командой, Володя занимается с ними, все тренера приходят, и мы детей воспитываем. Я вам сейчас скажу, я уже не боюсь этого, потому что мы их уже на контракт посадили. Бояркин, Еремеев, уже с нами ездили на сборы, везде готовы, за ними уже ЦСКОМ охотится. А Рустам потерял два года, потому что отсидел. Здесь, на скамейке. Здесь бы занимался с детьми, и в Юхееве играл бы. Нет, отец его, ни в какую. Что мне надо было ему сказать, скажите, Наталья, я ему сказал, не уходи, он наш воспитанный. Что мне надо было ему сегодня ответить? Отказать? Вы же не отказали? Конечно, вы умная женщина, я не отказал. Я дал задание Лугу Речицкому и тренеру по вратарям колокола Александр Ивановичу. Завтра он выйдет на тренировку, мы его просмотрим. Если он безнадежно потерян, такова судьба. Каждый ее сам делает своими руками. А если он не потерян, то мы его будем привлекать вовторную команду. Мы не делим, так сказать, вот ты Тимирка, вот ты ушел, ты не понял. Нет, для меня есть хоккей, для меня есть государство, республика Казахстан. Я ее гражданин, я хочу, чтобы он к Казахстану везде звучал. раньше Казахстан, поверьте мне, я с 97-го года активно езжу за границу, путешествую. Я вам скажу, с 97-го года сильно изменилось отношение Казахстана. Его раньше все с Пакистаном, Афганистаном путали. А сейчас у Казахстана мы взорваем все с нами. Это, да, и не только по президенту, по нашим людям, по выступлениям. Пожалуйста, еще вопросы. На летних предсезонных сборах были с командой такие игроки, как Жабунин, Долматов, там ряд еще игроков. Сейчас их нет. Как-то они подошли по каким-то ответствам. Пока же могу рассказать, если по Максиму Жабунин сказать, то есть, в принципе, он наигрался в состав, но, к сожалению, по здоровью не смог тренироваться, и сейчас, в принципе, он пока собожден, да. Вот, под Алматов у нас было пару дней всего, то есть, тренировался, в принципе, неплохое было впечатление, но он сам подошел и сказал, что он собирается уходить куда-то в другую команду. Не знаю, такой был разговор, то есть, он сам подошел, благодарил, что ему дали тренироваться, но он уехал. По Андрею Назару, опять же, он прошел весь месячный цикл с нами тренировок, да, но, опять же, в связи с задачей поставленного руководства было перед нами, да, в связи с теми игроками, которые на данный момент у нас есть, ну, он не проходил на состав, то есть, мы по-хорошему расстались, пожелали друг другу удачи, надеюсь, что когда-нибудь он вернется, да. по Борису Вячеславу, опять же, та же ситуация, он тренировался долгое время с первой командой, с Аромкой, в ВХЛ, пришел к нам, съездил турнир у нас, но, опять же, по игровым качествам, к сожалению, у нас игроки на данный момент которые сильнее не есть, то есть, по спортивному принципу, то есть, не подошел к нам, вот те игры, с которыми мы два раза не есть. А селекционной, вот эта вот работа, она как ведется, по какому принципу набираются игроки в команду, какого? Ну, опять же, у нас очень хороший контакт тут режиссер штаба с генеральным менеджером, то есть, мы обменяемся информацией, то есть, точечная селекция, в принципе, у нас идет, то есть, так, что пришел и ушел, так не было, были игроки, да, мы посмотрели, кто подходит под нашу концепцию, то есть, кто будет давать результат, вот, разговариваем, обменяемся мнениями, решаем, кто вам нужен, привет, приходят игроки, мы просматриваем, то есть, если он на данный момент вот сколько победы, мы полегали, в принципе, процента 40, вот сейчас усилились, вот сейчас, круг, но опять же, этот состав очень окончательный, то есть, у нас где-то 80-90%, то есть, у нас на данный момент как-то по физическим данным, может, больше какие-то боевые там, ребята, которые скоростные, или как? Подождите, я хочу, значит, как ведется, вот, рассказали, как отбирается, генеральный менеджер ведет китаническую, я сказал, с Радской, это, кажется, так легко поднял, позвонил с агентом договорить титаническую работу, потому что, мало того, я сразу скажу вам, что, как вам это приятно, неприятно, слышать, у нас гораздо меньше бюджет, чем у Растан, у Тимиртана, потому что те зарплаты, я не буду их называть, я вам говорю, директору, если директору вашего дворца, это просто немыслимые, у нас даже высшие хоккейные лиги, и поэтому, если вы заметили, он должен набирать игроков, достаточно при ценовой политике, ниже средней, набирать по качеству, качества, которые тренер вам сказал, это игровые, качества эмоциональные, психологические, теперь попал игрок, пришел в хоккейный клуб, я рассказываю, какой у нас клуб, как мы делаем, он проходит у нас углубленный медицинский осмотр, вы слышали, что немцы не проходят, мы проходим при нагрузках, не хуже, чем у космонавтов, 8 степеней нагрузки, проверяют сердечное, значит, как его подготовлено, МТ, индекс массы тела, очень много показателей, и к сожалению, почему многие даже наши выпускники, они по весу даже не проходят, о чем там говорят, мы вот такую работу проводим, после этого начинается работа, они постоянно под контролем, ежемесячно они проходят, уже не углубленный, а текущий медицинский осмотр, и мы сейчас вот применяем, допустим, ну такие народные средства, там мед, раздевалку, курага, вырук, это все для того, чтобы сердечные мышцы, естественные, натуральные компоненты, не поделиться, а так у нас медицинский центр, он на сегодня лучший, высший, в чем умереть, вот у нас вот так идет, чтобы попал игрок, он себя почувствовал, достаточно, результаты будем вместе смотреть с вами, при вашей поддержке. Еще добавлю момент, опять же, с хоккейом, знаете все, опять же, не может быть в хоккее, 22 игрока, например, по 2 метра, или метр 50, правильно, то есть, опять же, концепция команды, то есть, подбираем игроков, по физическим кондициям, то есть, по моральному, то есть, очень много таких нюансов. Самое главное, что вы правильно, вы говорили, вот, подбираемся, и еще самый главный аспект, чтобы были духовые, чтобы они, духовые, в таком плане, духовность, она всегда во все времена оценивается, а для хоккея это особенно важно, а в нашем клубе играть, это тоже, я считаю, очень почетно, уже чемпионский, мы и чемпионы Казахстана, были, и за короткие сроки, поэтому мы подходим очень тщательно, и как-то ребятам спасибо, что они понимают, хотя все, спортивный век короток, они хотят зарабатывать, насколько можно, мы помогаем. про Виталия сегодня уже говорили, почему он остался, вот, Ели тоже играл у нас в клубе, а были ли предложения, почему вот он остался, именно вот в клубе, Телертава, я могу перейти, да? Первое, с названием, мы все хотим, которые были, они сами все хотят, мы все хотим, что они говорят, только с мультарием, что мы можем помочь, мы все хотим, мы все хотим, мы все хотим. Приложjdż, он сказал, что мне очень нравится, но, который был в клубе. Просто он короткий, я знаю, он здесь давно беседует, он здесь играл, опять же, ситуация, как-то негативная, но, опять же, новое руководство, клуб, ему сейчас очень нравится, поэтому он здесь остался, и будет радовать болельщиков, хороших. Обстановка на трибурах, друзья. Ну, это мы знакомы. Виталий, Ера, они играли. Вы мне рассказывали про прошлый год. Опять же, хочу... Еще два игрока у нас на Финске. Да, еще у нас два Фина, просто их здесь нет, у нас в команде. Я просто вот Наталье хочу немножечко спасибо вам за... Ну, она же не критика такая, но, как вы сказали, то, что родное дитя убрали, да, то есть пришло... Опять же, мы постараемся вас порадовать, чтобы нас приняли как-то ваше родное дитя. Москва не сразу сбрали. Согласен, спасибо. Еще вопросы какие-нибудь? Виталий, Виталий, ну вот, в сегодняшнем состоянии, в каком на улице команда, с первой тройкой, на сколько реально играться в чемпионатах Казахстана? Ну, на твой взгляд просто, реально или вообще с ним? Конечно, реально. Ну, вот эффективно. Хорошая команда, молодая команда, хорошая. Сейчас сыгрываемся, коллектив достаточно такой, дружный у нас. Поборимся? Сезон длинный. Виталий, ну, не полностью. Не полностью. А и особенно при руководстве организовывающей команды. В этот раз мы действительно ставим ей цель вот так вот, достичь какое-то предовое место. Мы хотим, чтобы вы, вы же уже красоту хоккея понимаете, когда забивается, или когда он даже не забил шапу, но он тогда поборолся, активно работает, это уже возвращается. домой, показывает, как он меняется все. Вот это самое главное. Тогда вот так выпьет, красоту из нас уже знает. Еще вопросы какие-то? Владимир Павлович. Под какой трек будем танцевать в этом сезоне? Хороший вопрос, да. Под Ахатик? Сейчас речается, все готовится, и после домашней игры, когда победа, все будет. На репетиции можно побывать? Еще раз. На репетиции побывать можно? Сейчас не слайд словом. О, караганет! Когда он слышит, что на репетиции, у него сразу ассоциация, что это бесплатно. Вот поэтому, что такое? Он говорит, входные билеты у него покупать. Конечно, можно. Мы будем открытые тренировки делать. Вы видели? Вот планируют. Вообще, мы хотим много сделать. Вы в курсе, что мы по посещаемости вошли в десятку топовых клубов Европы и среди игровых видов спорта. И поэтому мы тоже будем это развивать. Это приятно. Я, например, учил коллеги. Надо, да. Денец любви и дневного. Это делать будем. И много чего. Все зависит от вас. Если вы будете подсказывать, это все. Это мы все будем учитывать. Мы каждую вашу мысль будем анализировать, смотреть, что правильно, неправильно. Вот видите, мы ваши предложения по автобусам, мы просто... Ну, я, например, не верю, что полного поедет. Поедет? Поедет, я скажу. У нас так было. У нас так было. Мы взяли 10 лучших болельщиков. С собой самолет большой был и плей-оффка. И мы взяли 10 лучших болельщиков и историю разговаривали. Значит, один не смог, другой не смог. А вот можно вместо меня, допустим, поехать. В общем, мы их второй раз увидели, значит, только когда самолет садится надо. У кого родственники все там поехали? В Тюмень, по-моему, в Тюмень, когда бежали, так приехали и все. С рыбой со всем. Где, когда, с нападением все. Не, ну на игры они были поддерживали. Я вам скажу, что не зря говорят, что в заключении так чувствовать не будет уже вопросов, да, что спорт – это полпредполитический представитель страны. Вот я это ощутил на себе лично. Мне до слез было приятно. Мы играли в Тюмень и подбежали ребята, казахстанцы. И, значит, поздравляют с победой нас. И, значит, я говорю, а как вы? Мы уже торопимся, у нас увольнение, как, увольнение, да, кончается. Они, курсанты военного училища, какого-то там, да, нас направили. Скажите спасибо, вот скажите всем нашим руководству страны, скажите спасибо. В курсе всех новостей, что они нам дали учиться, мы знаем, будем работать. Мы патриоты. Пришли и, значит, болели. Мы им раздали вот эти хлопушки. И, значит, они потом… Я говорю, ну вы, если опаздываете, давайте мы вам такси возьмем, или вот сейчас микроавтобус. Все. Или деньги дадим вам на такси. Они говорят, не надо. А что, какие у вас просьбы? Они говорят, дайте нам, пожалуйста, флаг Казахстана. Мы его, говорит, у себя в комнате повесим. Это вообще фантастика. Вот нам всем надо быть… Вот я заканчиваю нашу конференцию, вас поблагодарить хочу. Я хочу сказать, нам всем надо быть прежде всего патриотами своей страны. И нам не делить. Все мы знаем притчи, сказки вот эти вот, когда там один прутик, или когда пруд целый, да, связка. Вот нам надо вместе. Нечего не делить. Хоккей и игра на всех хватит. Приходите, валейте, радуйтесь, ругайте, когда заслужим. Ругайте, подсказывайте. И только так, шаг за шагом, мы поднимем наш казахстанский хоккей, с колен, на которых он оказался в силу, ну, объективных обстоятельствах. Спасибо большое еще раз. Вопросы, замечания, предложения. А вот по каким номерам у тебя? Так же, как Тиментал, или под 19? Под 19? Достроились, да, Мишки? Нет, спасибо. Я его когда спросил, говорю, Виталик, ты чего меняешь номер? Он говорит, я под любым номером играю одинаково хорошо. Нет. Так что есть вопросы? Нет? Еще раз спасибо. Спасибо. Спасибо.